Привет всем! Сегодня я хочу поговорить немножко о сверхъестественном. Да, меня очень интересует сверхъестественное, я очень люблю интересоваться у людей, что с ними такого интересного происходило, что они не могут объяснить. Но мой интерес, он немножко специфический. Дело в том, что меня абсолютно не интересуют причины того, что с вами произошло. То есть существуют ли на самом деле призраки, полтергейсты и так далее, вещи и сны. Меня это не очень интересует. Меня значительно больше интересует, как люди к этому относятся и какое влияние это имеет на их жизнь. Попробую сейчас пояснить. Дело в том, что вообще мне попадалось очень мало людей, с которыми никогда ничего странного не происходило. Как правило, хоть что-то не происходило. И когда с нами происходит что-то странное и непонятное, мы это всё равно каким-то образом пытаемся объяснить. То есть, если мимо вас в тёмном коридоре проплыл белый силуэт, то вы его оцениваете либо как собственные глюки, объясняете тем, что она просто поглючилась. Ну, примерно с той же вероятностью вы можете решить, что это вам явился призрак вашей покойной бабушки. Является ли это истиной, вы, скорее всего, никогда не узнаете. Но это окажет какое-то влияние на вашу жизнь. Сто процентов. Вы это как-то себе объясните, и какие-то изменения, возможно, потом будут. Так вот, именно это меня интересует. Я считаю, что это значительно важнее, что это намного важнее, чем что это конкретно было. И давайте я сейчас расскажу историю, байку с моей жизнью, которая это, на мой взгляд, очень интересным образом иллюстрирует. Предупреждаю сразу, что никаких персоналей. Не буду даже конкретно рассказывать, где это происходило, потому что история довольно деликатная, и вряд ли мне скажут спасибо за визит непрошенных гостей. В общем, однажды я по своим исследованиям зашла в храм. Хороший храм, довольно большой, практически в центре города, большого города. И вот в этом храме я нашла что-то странное. Я нашла статую Бадхисатвичизо, на которой была табличка, согласно табличке. Статуя была поставлена в 70-е годы, 20-го века, 70-е годы. Но поставлена она была в память о монахе, который был казнен за то, что спалил храм. Этот самый храм. Ну, то есть не до конца спалил. А спалил он его в 18-м веке. Я сразу сделала охотничью стойку, потому что понятно, что здесь прячется какая-то очень странная история, с чего бы в 70-е годы 20-го века вставить статую в поминовение монаха, который вообще жил в 18-м веке. И священник там был довольно молодой, сколько ему было, чуть за 40 на тот момент. У него интересоваться было бесполезно, скорее всего, он этим не занимается, но у него была мама. И, как я подумала, что мама должна была как раз при этом присутствовать, а может, даже и участвовать. И вот я стала аккуратно подкатывать к маме с этими вопросами, именно к маме. Однажды она мне все-таки историю рассказала. Оказалось, что действительно в 18-м веке молодой монах, по всей видимости, случайно, то есть уснув и забыв погасить свечу, подпалил храм. Храм благополучно потушили, но в то время за такое однозначно грозила смертная казнь. Причем путем сожжения на костре. И монашка сожгли. А потом в этом храме началась зверская татарь, то есть атака мстительных духов. Настолько зверская, что монахи оттуда скоро съехали. И 200 лет храм стоял практически пустой. Туда эпизодически кто-то въезжал, но очень скоро выезжал, потому что жить там было абсолютно невозможно. И вот как раз в 70-е годы туда направили молодого монаха с беременной женой. Беременной женой была как раз вот эта мама, которая мне все это и рассказывала. Они приехали, поняли, что ребенка воспитывать в таких обстоятельствах абсолютно невозможно. И решили как-то с этим справляться. Но каким образом? Об этом ничего не сказано. Как усмирять духов? Его, понятное дело, до этого тоже пытались усмирить. Ничего не получалось. Они сначала съездили на место казни, решив, что где он похоронен, где хоронили то, что от него осталось, абсолютно непонятно. Но там должна была остаться какая-то частичка его. Они собрали землю, привезли к себе в храм. Закопали эту землю у себя в храме, а сверху поставили эту самую статую. И даже решили приделать табличку к ней, чтобы абсолютно точно было понятно, зачем они эту статую поставили. То есть обозначить, что мы очень извиняемся, извини, давай уже завязываться с твоей местью. И сработало. Все прекратилось, они смогли спокойно родить ребенка, а ребенком был тот самый священник, который там сейчас. Вот такая история. Я ее слушала довольно скептически, тем более, что то, что они приводили в качестве того самого Татаря, то есть проявлений Татаря, там звуки странные по ночам, предметы оказываются не там, где их положили, падают сами по себе, гнетущая атмосфера. Ну, все это можно списать на накрутили сами себя. Но спустя какое-то время мне попал в руки интересный документ. Это был, насколько я помню, какой-то справочник по храму 50-х годов XX века. И про этот самый храм я узнала, что настоятель храма в 50-е годы числился аж в Токио. То есть, да, был настоятель храма, но жил он не в Сэндайе даже, а вообще в Токио. Вот такая вот интересная вещь. У меня тогда, помню, сразу холодок пробежал по коже, потому что все это делало историю Татаря какой-то уж больно реальной. И я сейчас даже не знаю, как к этому относиться. Но смотрите. Получается, что этот несчастный дух монашка реально существовал, по крайней мере, в голове людей. Он на них очень сильно влиял. Настолько сильно, что в 50-е годы прошлого века ни один священник в Сэндайе не соглашался брать на себя этот храм. Даже как-то к нему относиться. Приходилось, пришлось даже назначать человека аж в самом Токио, то есть очень далеко от нас. Спрашиваются, почему? Ну, наверное, люди боялись. И это очень в интересном свете показывает нам эту молодую семью, которая не побоялась вступить в противостояние с этим духом. Накрутили они себя, не накрутили. Но история очень реальная. Как видите, оно таки влияет. То есть в это верило огромное количество людей. И этот несчастный монашек, можно сказать, руководил их действиями. Поэтому я довольно серьезно отношусь к историям сверхъестественным. Потому что являются ли они правдой или нет, но они очень сильно влияют на то, как мы себя ведем. В комментарии, пожалуйста, высказывайтесь, расскажите какую-нибудь свою историю сверхъестественным и непременно, как она на вас повлияла. Ну, у меня все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok